Мы продолжаем нашу программу и у нас в студии первый гость, художник Николай Рябов, который в канун 8 марта представит свою выставку «Восемь женщин». Доброе утро! Здравствуйте! Скажите, кто же эти восемь женщин, портреты которых представлены в доме музея Владимира Ильича Ленина? Ну, рядовые казанки, мои знакомые, одна иконописец, одна школьная учитель, одна чиновник. Значит, женщины разных конфессий, да, получается, да, и профессий? Ну да. А как ваша выставка связана с легендой французского кино Катрин Денёв? Ну вот, каким-то странным образом получилось, что связано. В 2007 году, когда она была в нашем городе, она захотела попасть в музей Ленина и там попросила оставить её на несколько минут одну в комнате Марии Александровны. Что она там делала, понятно, ну, думала, наверное. Но когда я узнал эту историю, в памяти она засела и потом, вот в прошлом году, нарисовал один портрет, потом второй, и друзья спрашивают, и что дальше, и сколько их будет, и зачем, и как-то вот всё сложилось. Катрин Денёв, её фильм «Восемь женщин», где восемь персонажей женских в заснеженном доме, и у каждой свой выход, некий свой монолог. И вот с разрешения дирекции музея и такая маленькая камерная выставка «Восемь портретов» в старом Казанском заснеженном доме, она и случилась. А её портрет именно Катрин написать не хотите? Нет, они натурные. Я могу её там боготворить, прочее, но мы с ней, к сожалению или к счастью, лично не знакомы. А, то есть вы пишете картины именно тех женщин, которых знаете лично? Для этой выставки, да, вот портреты – это натурные моих непосредственно знакомых. То есть «Восемь женщин» – ваша работа – это некое такое отражение той работы, в которой снималась Катрин Денёв? Или это что-то похожее на это? Ну, это парафраз. Просто восемь женских ликов в заснеженном доме, и не более того. А вот какой ваш любимый жанр? Ну, наверное, натюрморт. Всё же натюрморт? Да. А почему? Ну, специфика такая, всё неподвижное. Можно отвлечься, можно сосредоточиться о людях, да и вообще всё живое движется. Это для некоторых прям непреодолимые препятствия. Но, тем не менее, выставка связана с живыми людьми, с женщинами, да? А, возможно, что-то объединяет всех этих женщин, кроме дружбы с вами? Ну, то, что они живут в Казани, то, что они живые, как минимум. То есть нас всех очень много объединяет, мы только этого не замечаем. Но всё же творчество тоже, наверное, объединяет этих женщин, несмотря на профессию. Наверное. Я обязательно их всех спрошу, насколько они творческие. Что ещё интересного можно будет увидеть на вашей выставке? Ну, музей Ленина сам по себе интересен. Это ведь выставка-бонус. Не более того, все, кто придут, смогут в очередной раз оказаться в этом пространстве и увидеть, как жила семья в 19 веке. Вот мать, дети, студенты очень актуальны. И для сегодняшних, в принципе, дней сюжет. Вот в каких пространствах кубатура даже, может, кого-то удивит. А вот вы считаете портрет не очень модным жанром. А почему? Ну, видимо, субъективное мнение. Вот сейчас прям не скажу, много вы знаете сейчас портретистов казанских или людей, которые заказывают свои портреты. Сейчас пришла эпоха селфи, и оно съело, в принципе, этот жанр графического портрета. Но тут ещё сейчас, как вы сказали, многие селфи любят делать, да? Но, тем не менее, я вот замечала, что фотографию переносят на холд, скажем так, да? Вот вернее, изображение. Тоже такое модное движение. Псевдозначительность. То есть это же имитация фотографии, должна остаться фотографией, а живопись живописью. Это всё равно, что брюнетка, которая выдаёт себя за блондинку. Согласна. Очень интересное сравнение. Спасибо вам большое. Мы желаем вам творческих успехов. И надеемся, что выставка пройдёт, конечно же, с аншлагами. И спасибо, что вы сделали такой подарок всем женщинам. Спасибо.